Дом номер два микрорайона Молодёжный включён в программу капремонта на этот год дополнительно. По плану ремонт многоэтажки значился через несколько лет, но состояние кровли не позволяло ждать. В ответ на обращение жителей губернатором Александром Никитиным было дано поручение ускорить решение проблемы. Фондом капремонта были выделены дополнительные средства, и дом был поставлен в программу внепланово. Работы начались в мае и сейчас близятся к завершению. По словам подрядчика, старая кровля вся была в трещинах и разрывах, а гидроизоляция была нарушена. Теперь проведённые работы позволят жителям забыть о многолетней проблеме, ведь от протечек будет защищать новая кровля. Площадь покрытия составляет 1800 квадратных метров. Мы сняли всю старую кровлю, гидроизоляцию, смонтировали там асфальтовую стяжку и два слоя нефлекса. Сделали примерно половину крыши уже без примыканий. Нам осталось буквально четыре подъезда верхним слоем и металлом обшить веншахты. Капремонт идёт и на остальных многоэтажках, включённых в план на этот год. Контроль за ходом и качеством работ осуществляет заказчик в лице администрации города, представителей фонда капитального ремонта. Заключён договор на строительный контроль. Пристальное внимание реализации программы уделяется руководствам города и депутатами. Сегодня мы посмотрели качество производимых работ, применяются все современные материалы. Здесь используется специальная гидроизоляция наплавляемая, при которой срок годности устанавливается в 25 лет. Глава города Владислав Денисов подчеркнул, что с каждым годом увеличивается число домов участников программы, а также сумма средств, выделенных на капремонт. Если в 2019 году это было 15 миллионов, в 2020 уже выделено 19 миллионов, а уже в 2021 году мы будем осваивать 31 миллиона 700 тысяч. И нам на эти средства удастся отремонтировать 9 крыш и 3 фасада. В результате проведённых по программе капремонта работ, свои же личные условия в этом году улучшат свыше 1700 жителей. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. Наш город.